Всем привет, друзья! Сегодня у нас выходные, и как обычно в такие дни мы любим куда-нибудь поехать за покупками. У нас сегодня будет много дел, и посмотрим, возможно, мы снимем такой микс, когда мы и там, и там, и там понемногу, либо же получится снять отдельное видео, потому что мы хотим сегодня в зоопарк, и в Гудвилл, и в Доллар Три, и в Винерс. И у нас получится такой, наверное, очень большой выпуск, поэтому, возможно, мы, наверное, разобьем. У нас сегодня, наконец-то, немножко потеплело, наверное, сейчас около 13-20 градусов. Вы видите, что, наконец, выглянуло солнышко, вот так выглядит издалека наш подъезд, наш дом. Уже, наконец-то, все позеленело, расцвело, и конец июня означает, что, наконец-то, скоро в Канаду придет лето. Опять же, почерпну это про Калгари, потому как в других провинциях, я думаю, лето уже наступило очень давно. Так, мы сейчас едем по делам, и тогда увидимся уже в магазине. Мы сегодня решили зайти сразу в Гудвилл. Напоминаю, что по воскресеньям здесь начали действовать новый цвет скидки. Сегодня синий. Мы приехали в дальний Гудвилл, который побольше. Он дальше, но больше. Смотрите, сколько здесь в отсеке спорт, различных велосипедов, самокатов. Сегодня синий цвет. Например, такой велосипед 45. То есть он без скидки, потому что красный цвет ценника. Тут уже 45. Самокаты по 35. Скиты, такие повозочки. То есть много всего интересного. Есть даже вот такие спортивные тренажеры. В разном состоянии, конечно. Гантели для спорта. Всякие коврики, степы. И мой любимый отдел. Но остальные игры, пазлы, книги. Я решила собирать себе свою коллекцию любимых книг. У меня в Украине была. Но пришлось все продать, естественно, перед отъездом. И теперь... Хотя места пока, конечно, не очень много. Но будем стремиться к лучшему. И начинать собирать свои коллекции. Я думаю, любители пазлов здесь найдут чем занять себя. Очень много одесноклассных, фирменных. И просто 3500 штук в 4 доллара. Опять же говорила, да, что не везде все детали будут. Но мы вот пока брали... По-моему, парочка была, которая не полная. Остальные вроде нам везло. Было все ок. Смотрите, какой классный за 10. Какой-то, видно, модный пазл. Тысяча. Но что-то тут сегодня дороже 10 долларов. Обычно они до 5 плюс-минус. 4 доллара. Повторюсь, вы меня синий ценит. То есть, если вы найдете что-то с синим, то будет 50%. Какая-то для деток маленьких, смотрите. Наверное, напольный небольшой пазл. Только не вижу цену. 30 деталек. Вообще манюзьки. 48 деталей. 2 доллара. Вот 5. То есть, сейчас он 2.50. 750 деталей. 2.50. Так, здесь уже плавно переходит в настолки, по-моему. Что-то еще интересное. Смотрите. 4 доллара такое качество. Такая приятная коробочка на ощупь. 500 деталей. И вот тут уже настолки разные. 5. Видно, какая-то бродилка. Вот что-то тоже. Ну, нужно, конечно, проверять на комплектность, если решили брать. Кроме, настольную игру можно проверить. Аккуратненько распечатать. Если она еще не в заводской, понятно. Смотрите, это же какая прелесть. 500 штук. 4 доллара. Какие собачки. Классные. Тоже интересный пазл. Или это мэму? Нет, это пазл. 4 доллара. Смотрите, какие разные известные женщины. Класс. В общем, я думаю, вам понравится здесь очень. Вот трефль. Тоже качественная. У нас в Украине тоже такие есть трефль. Сколько цена? Ой. 5 долларов. Вот такой. Сейчас будет пару минут удовольствия для книголюбов. В Трюс, конечно, часто от покупки воздерживает наличие классной библиотеки, которая очень много есть бесплатно. И можно брать на очень долгий срок и возвращать комфортно, удобно. Но иногда, когда видишь свою любимую книгу, то очень трудно сдержаться. Здесь и художественные, и детские, и фикшн, и просто какая-то познавательная. Не удержалась, чтобы вам не показать. Смотрите, какая красота. Они же практически новые. Нью-Лук. 20 долларов. Просто. И каблук такой невысокий. В общем, очень много классного. И нашли еще, смотрите, такие. New Balance. Но немножко малые на меня. 6 долларов. Мы не можем понять, в чем подвох. В чем прикол. То есть они абсолютно, ну, 6 баксов. Вот тоже, смотрите, макосинки. Это же стелечка чистая. То есть все полностью. По-моему, 7 долларов они сейчас. В общем, 15. Мне этот год был нравиться. Здесь очень много. И женские обуви классные. Эти, по-моему, 15 тоже. Очень много есть интересных. И устойчивых таких моделей. И таких на парадно-выходной вариант, как я говорю. Сейчас я одни смотрела. А сейчас я вам если найду. Вот они, да. Ну, к сожалению, маленький размер. И это пока для меня из серии. Нужно найти компанию, куда в таких выходить. В общем, классно. Много всего. Это какая-то модная фирма, потому как 45 долларов. Скорее всего, это замш. Поэтому они такие дорогие. Тоже кожаная. Себагу Доксайдс. 20 долларов. Вот такие мы тоже мерили, но для меня очень узенькие они. Сейчас 5 долларов по скидке будут такие макосины. В общем, я думаю, девочкам здесь понравится. Даже новый Old Navy, смотрите, с этикеткой за 2 доллара. Поэтому обязательно посетите. Как обычно, я всегда прохожу еще по рядам с картинками. Мы ищем себе в комнату картину. Такую, чтобы, знаете, и не тяжелая, потому как у нас там гвоздики уже вбиты, мы стены не бьем. Но вот что-то хочется, чтобы прям зацепило. Пока такого я не увидела. У меня была одно время такая красивая картинка с морем. Но мы спешили. И там не было цены, и я сомневалась. В общем, я ее не купила. А теперь все еще похоже и никак не могу найти. Так, по ценам. Ну вот 45, 50, 25. Что-то вообще по 10, 15. 40, 25, 15. Вот такая сейчас вообще по скидке 7,50. Потому что синий ценник. Ну такие попугайчики 50. И дальше пошли торшеры, лампы. Вот тут немножко мебели такой. Со стульчиками, креслами. Дальше там будет красивый набор кухонной. Покажу вам. Очень классно. Но нам пока не нужно. Съемную квартиру мы уже все взяли. Поэтому слишком обставлять ее дорого тоже. Вернее, даже не дорого, а просто что-то менять уже. Тем более мы пока еще продлили контракт на год, я рассказывала. Нам подняли на 100 долларов цену. Ну что я следовала ждать в связи с тем, что сейчас очень много приезжающих людей. Естественно, спрос растет на недорогое жилье. И, естественно, нам его подняли. Теперь мы платим 1300. Сейчас вам покажу вот красивые такие. Как они делают по цветам, по тематикам. Выставляют тут различный декор для дома. Различные вазочки. 15, 5. В общем, вот там дальше, видите, статуэтки серебристого цвета. Все. Дальше зеленого, белого. То есть очень-очень красиво. Тут что-то тоже прям целый серебрист, смотрите, есть. Сейчас я покажу тот стол. Так. Песочные часы, смотрите. 15 долларов. Ой, 10. 10, 10. Какая красивая штучка, допустим. В общем, много всего для дома, для декора, что можно недорого. И интересно вещички найти здесь, конечно. Вот тут все в таком теплом красно-оранжевом цвете. Вот сейчас эта штучка стоит 10 долларов. Но со скидкой 5. Даже не знаю, это ваза, не ваза. Ну, какая-то для декора штука точно. Вот, вот этот стол, что я хотела показать вам со стульями. Смотрите, какой стеклянный красивый. Стулья по 20, а стол 50. Такое классное. Стульчики, смотрите, с такими мягкими уже. Подставочка на ней. Сами внутри, в принципе, мягкие. Но здесь металл, такая оковка. В общем, интересные есть вещицы. Обязательно посетите. Здесь очень много различной техники. Утюги, пигуди электрические, увлажнители воздуха, пылесосы, какие-то чистящие моющие. Вот тут, кстати, штативы для съемок. Часы, холодильные доски. Вот есть какие-то вообще в упаковках. Смотрите, по 35. Декоративные подушечки. Вот отсеки с детским по возрастам. Постель. То есть очень-очень много всего. Сейчас давайте глянем контейнер. Мне нужен для прихожей, для каких-то мелочей. Опять же, тут если что-то интересное, такое прям ценно-классное, если просто что-нибудь такое незарядное, то, я думаю, может быть даже проще купить что-то в Долоране. Если что-то такое просто ну, выполнили без особого дизайна. Если прям что-то интересное, то можно поискать здесь. 5 долларов такой, но это большой для нас. Вот такой просто плетеный тоже 5. Кстати, переноски для зверят, если нужно кому-то смотреться различные. Правильно я поняла, да? Это все для зверят, переноски, да. Вот такие, смотрите, боксы, корзины. Наверное, для каких-то вещей детских. Такие пластиковые. Для мусора бедра. В общем, много-много-много всего. Там все это плавно переходит в какие-то сумки. В общем, есть из чего повыбирать, походить, посмотреть, по крайней мере. Так, покажу вам различные рюкзачки, сумки. Только, по-моему, не показывала ничего такого предыдущих. Такой большой размер, но не вижу цены я на такую сумку. Не вижу. В среднем вот 15-8. Опять же, синий ценник, помните, в половину будет сейчас дешевле. Здесь много детских. Кстати, ланчбоксы здесь очень тоже классные попадаются. Можете здесь деткам глянуть. Смотрите, какой прикольный под лего. Только не вижу цену снова почему-то. Рюкзачки для малышат. Вот такие, 8,50. Какие вообще манюськи. Если цены нет, просто на кассе подходите, вам скажут 15. Смотрите, какие интересные сумочки. Попают прям реально новые. 25 долларов. Так, ну вот потому что она новая. Я не вижу, что за... Ага. Пишет, что кожа, да? Leather. 25 долларов. Смотрите, какая сумочка. В общем, можно здесь бюджетно и неплохо одеться. Тоже как новая. Вот сейчас вот стоит 6 долларов. Помню, у нас такие в Украине пару лет назад ремешки были модные, такие плетеные. Может, и сейчас модные, конечно. 12. Вот такая небольшая, тканевая. В общем, тут все более-менее по цветам пытается быть развешено, пока его не перетеребанили. 15. Вот такая красивая, любит такой темно-синий цвет с этикеткой, видите? Тут можно найти... Тут можно найти... Очень похоже на замуж, кстати, настоящий. Вот ромашечки меня смущают. Так что я думаю, вам тут понравится. Сейчас еще вернемся на книжки. Это я вам так и не показала. Мы вернулись к книжкам, наконец. И, кстати, сейчас ищу серию про Кормора на страйк. Кто смотрел или читал, тот знает. Кто нет, очень всем советую. Я уже его читала весь в оригинале и смотрела сериал. Сейчас, кстати, должна выйти шестая книга в конце лета. Так что, кто ждет, то знайте, что скоро выйдет. Могут называться Black Ink Heart, что-то в этом роде. Очень интересно. Кто любит такой детектив, ему вам понравится. И вот я, думаю, сейчас собираю коллекцию этих книг. У меня уже три есть. Осталось найти еще две части. Первую и четвертую. И вот я все в поиске этого Роберта Гелбрайта. Очень рекомендую. Кто не читал, кто любит этот жанр, думаю, вам понравится с первой части. Они, правда, большие такие. Там, не знаю, там по 700, по 1000 страниц, но это того стоит. Тут вот верхние все художественные. Середина, я так поняла, просто какие-то нон-фикшн по различным кулинарным, другим темам. И вот чуть ниже идет детская литература, вот здесь, в самом низу. По-моему, книжки по полтора-два доллара. Гудвиле, по-моему, самая дешевая цена на книги. Детские, правда, выгоднее были в Виллочи брать. Там, если брать пять штук, как-то бесплатно идет какая-то. Очень много книг, прямо как вообще новые-новые. Очень много новых, современных, последних изданий. Люди прочитали, издали, любым подарили, а им неинтересно. В 2019. Это не прям свежее, но... Джона Гриши много, Паттерсон, то есть, ну, классики вот это все детективно очень много. Что вам еще показать? Ну, я думаю, здесь каждый найдет себе любой жанр. Помимо библиотеки, здесь тоже можно собирать домашнюю коллекцию, кто такой же книголюб, как я. Я думаю, тот оценит всю эту кладезь недорогой и классной литературы. Так, ну то, что нам нужно, почему-то сегодня нет ничего. Ммм... Нет нашего гейлбрейта. Сейчас посмотрим на другую полочку. Вот нашла первую часть нужную, но она такая немного, видите, подуставшая. Я хочу собрать уже в идеальном состоянии, поэтому, к сожалению, мы ее брать не будем и будем продолжать наши поиски дальше. Да, жаль. Верно, будем на этом заканчивать. У нас сейчас дальше по плану поездка в другие магазины. И после обеда у нас, наконец-то, поездка в зоопарк. Надеюсь, там тоже что-нибудь сниму и покажу вам главный зоопарк Калдари. На этом все. Если вам было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Это помогает нам в развитии нашего канала. Нам будет очень приятно. На этом все. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok